Седьмая глава книги пророка Амоса Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Он создал саранчу в начале произрастания поздней травы, и это была трава после царского покоса. И было, когда она окончила есть траву на земле, я сказал, Господи, Боже, пощади, как устоит Иаков, он очень мал. И пожалел Господь о том, не будет всего, сказал Господь. Такое видение открыл мне Господь Бог, вот Господь Бог произвел для суда огонь, и Он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли. И сказал я, Господи, Боже, останови, как устоит Иаков, он очень мал. И пожалел Господь о том, и этого не будет, сказал Господь Бог. Такое видение открыл Он мне, вот Господь стоял на отвесной стене, и в руке у Него свинцовый отвес. И сказал мне Господь, что ты видишь, Амос? Я ответил, отвес. И Господь сказал, вот положу отвес среди народа Моего Израиля, и не буду более прощать ему. И опустошены будут жертвенные высоты Исааковые, и разрушены будут святилища Израилевы, и восстану с мечом против дома Иерваамова. И послал Амасия священник Вифильский к Иервааму, царю Израильскому, сказать, Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех в слов его. Ибо так говорит Амос, от меча умрет Иерваам, а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей. И сказал Амасия Амосу, — Провидец, пойди и удались в землю Иудину, там ешь хлеб и там пророчествуй, а в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский. И отвечал Амос и сказал Амасии, — Я не пророк и не сын пророка, я был пастух и собирал сикаморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь, — Иди пророчествуй к народу моему Израилю. Теперь выслушай слово Господне. Ты говоришь, — Не пророчествуй на Израиле и не произноси словно дом Исааков. За это вот что говорит Господь. Жена твоя будет обесчещена в городе. Сыновья и дочери твои падут от меча. Земля твоя будет разделена межевою вербью, а ты умрешь в земле нечистой, и Израиль непременно выведен будет из земли своей.